Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли-ли-ли. Что ждешь от Москвы? Как настроение? Нам завтра выезжать в Москву? Ну, настроение отличное. Что жду от Москвы? В принципе, как-то вопрос такой, что ждешь? Для меня нет, не стоит он. Я просто кайфую от того, что пройдет эта встреча, причем не одна. И мне приятно. Во-первых, это нечто новое. И мне приятно даже уже это. Я люблю, когда вот что-то новое, знаешь, как свежий воздух, свежий ветерок. Поэтому я на самом деле просто вот расслабленно кайфую. Вот я так скажу. Знаешь, я даже снила. У меня интерес... Предвкушала, да. У меня интерес увидеть глаза в глаза лично тех людей, кто по сути дела вышел вместе со своими детьми из авто или из каких-то заболеваний. У кого глобально изменилась жизнь. Кому есть что нам сказать и с кем не было связи последние год или два. И мы, знаешь, мы-то видели подсознание человека, мы вообще в лицо человека не знаем. Да, да, да. Мы не видели живьем детей, мы не знаем, какие они были. А еще, когда это все сейчас преобразовалось и стало совсем другим, вот интересно увидеть человека и услышать, что он думает искренне. Интересно услышать его рассказ про то, как изменилась его жизнь. Интересно услышать вот эти искренние истории, не истории, которые... Это тоже было интересно, когда люди в интернете там стримы делали, там и так далее, сами рассказывали, сами делились. Потом были те, кто обижался, кто хлопал дверью, считал нас сучками последними, кто на нас злился, манипулировал и так далее. И такие тоже были, но при этом у них же тоже изменилась жизнь глобально. Кто-то до сих пор у нас еще не вышел из этого состояния. Но в любом случае, вот синусоида, она колеблется в затухании, в какой-то момент она выйдет в благодарность, когда в голове щелкнут, ну блин, я-то получил то, на что не мог рассчитывать. Как бы я сейчас не перевирал, как бы я сейчас не делал. Я почему так говорю? Я сегодня начитывала очередной кусок книги, и там очень много рассказов, и что писали нам родители. И там начало истории, да, и начальное. И потом дальше, уже прошло время, дальше было продолжение. Я знаю это продолжение, и, ты знаешь, мне было вообще удивительно вот все это дело читать, и я понимала, я хочу видеть этих людей реально. Я хочу видеть, я знаю, что их жизнь глобально изменилась. Они не могли этого иметь пока. Как они сейчас воспринимают это? Это же интересно. Конечно, очень интересно. Но самое главное, что вообще, чтобы эти люди хотели. Насколько психика человека может ценить то, что она имеет? Да. Вот это же глобальный вопрос. Да, потому что, увидев глаза этих людей, это на самом деле ты не то, что услышал, или ты там прочел, или даже на видео. Это совсем разное. У меня был опыт вот в Америке очень хороший. И это на самом деле невероятно, когда ты... Вот именно, Наташа, важно, когда у человека есть желание. У нас оно с тобой есть, потому что нам интересно. Это наш интерес. А ведь важно, чтобы человек стремился... То есть ему это... Вот это действительно та искренность, которая... Это та искренность, почтенность. Да, да, да. Которая вот на самом деле и открывает все окна и двери человеку в его жизни. Как я и сказала, как свежий ветерок. Поэтому вот увидев глаза вживую, общаясь... Это совсем другая история. Вот это очень интересно. Когда ты видишь перед собой вот эти глаза, и ты чувствуешь их. Чувствуешь... Чувствуешь изнутри, из глубины. Знаешь, как хочется сказать? Вот тут ты не ускользнешь от самого себя. Просто невозможно этого сделать. Да. Вот это все интересно. И это на самом деле, когда я оглядываюсь назад и читаю то, что мы делали пять лет назад. Я понимаю, какое безумие мы творили вообще на износ. Реально на износ, на пролом коллективного. Пять лет назад ни один психолог не смел даже вслух произнести, что из аутизма есть выход. Это болезнь без выхода. Это официальный диагноз без выхода. Тебе скажет любой профессиональный специалист. Это было пять лет назад. И теперь смотри, мы это размолотили в пух и прах. И показали, что выход есть. Да. И сегодня уже десятки психологов говорят, из аутизма есть выход. Мы вам предлагаем выход. Делайте то, делайте то. Очень многие, по сути дела, говорят нашими словами. Да, сейчас я... Без упоминания инфодайинга. Но суть в том, что пять лет назад этого не было. Это был величайший бизнес, который был даже в США, если брать на тот момент статистику, как мы тогда смотрели, на каждого ребенка выделяется на его жизнь порядка трех миллионов долларов. На то, что его будут дрессировать, его будут адаптировать, его будут кормить лекарствами, его будут делать удобным там и так далее. Это огромнейший бизнес. И смотри, мы взяли и рубанули по этому бизнесу. Не глядя ни на что, ни на кого, ни как. Просто рубанули. И тогда действительно, я помню, как мой муж тогда ходил и говорил, вас же могут обвинить в мошенничестве. Вас могут там наказать. Я помню. Вам его просто трясло тогда. Он говорил, вы сумасшедшие, вы чокнутые, что вы делаете? А мы валили напролом. И то, как сейчас относится к нашим мыслям, идеям и так далее. А помнишь наши идеи? Это мне вчера показали. Я вчера так хохотала. Помнишь, сколько, два года назад на стриме мы сакцентировали внимание, сказали, в Беларуси неправильно. Когда водитель, который платит за то, что он владелец средства повышенной опасности, пешеходу компенсации, который переходил в неправильном месте. Водитель не виноват. А только за то, что у него есть машина, он должен платить за здоровье этого пешехода. Пешеходы на этом зарабатывают. Отменили в Беларуси. Мне новость вчера показали. Я была в шоке. Почему отменили? Потому что разум. Разум. Это же разумно. Когда ты достучался до разума, то тут уже не можешь по-другому. Когда ты стучишься к уму, ум – это изворотливый, хитрый уж. Это программа. А когда ты в разум, вот тогда... И мне вчера присылают и говорят, девчонки, помните, два года назад вы об этом говорили вслух, публично. Тогда тоже об этом молчали и говорили. Что вы херню говорите? Все, закон есть закон. Так правильно. Давайте тогда сейчас будем говорить, что вообще пешеходу нужно учить смотреть направо и налево. И на дорожном полотне не ему приоритет, а машине. Да. Не хернек в разуме. Дорога, дорога. Пешеходная часть, пешеходная часть. У каждого своя сфера. Татуарная, да. А если ты ступаешь на дорогу, посмотри направо, посмотри. С уважением отнесись. И неси ответственность за свое тело, как минимум. Да, потому что это то же самое, что ты... Когда разрешен... Ну, когда вот два года назад это вот было, да? Сейчас уже отменили, уже поэтому. Это то же самое, что ты, знаешь, с ноги зашел в любую квартиру и начинаешь команды раздавать или там передвигать мебель. Ты зашел на дорогу, на проезжую часть. Будь добр, уважай, движение. Да, да. Выполняй правила. А для этого ты должен знать эти правила. А я еще тогда, помню, если помнишь, говорила постоянно, что дорожное правило дорожного движения надо изучать в школах. Да, да. Именно. Водить в школах. Не ерунду всякую, которую добавляют непонятные... Мусорит, да, мозги. А вот нужное. Вот это, да. Да. И то же самое обучение езде на мопедах, на велосипедах и так далее. Да, тем более. Сейчас это очень развито. Тем более. Смотри, вот эти мысли, которые вводились в коллективное, да, ну, кстати, это все про ответственность, про то, о чем мы сегодня вечером будем заниматься. Будем заниматься. Но тогда это звучало дико. Тогда мы были чокнутыми. Тогда мы были сумасшедшими. Смотри, какие результаты. На самом деле коллективное меняется. И на самом деле очень много детей вышли из Аута. Да. И вышли по всему миру. И ты знаешь, и в Белоруссии, и в России, и в том же... Тот же Крым, та же Украина, та же самая Прибалтика, Германия. Я сегодня читала там по тому, как мы работали с Германией тоже. По Америке, по Канаде. И я понимаю, блин, какую титаническую работу мы сделали. Помнишь, как мы по 18 часов? Ой, я это помню. По 18 часов мы дома. Но при этом, да, но при этом я очень хорошо помню... Интерес вот этот. Этот интерес, когда ты просто... Можно сказать, ты живешь этим. Ты находишься среди своих в семье. У тебя мозги. Я это очень хорошо помню. Как муж говорит, я с тобой не могу разговаривать. Я это очень хорошо помню. Потому что, что не скажет, я ему начинаю говорить что-то. Он говорит, я не могу говорить с тобой разговаривать. Вот это очень хорошо помню. Потому что мы постоянно думали. Мало того, мы постоянно с тобой были на связи. Да. Постоянно. Если не вместе, то на связи на телефоне. С утра до вечера. Это было сумасшествие, которое привело... Конечно. К тому, что мы сдвинули мертвый камень с точки. В коллективное пошла информация. Можно выздороветь. Из аутизма можно выйти. Из существенного отставания можно выйти. Из разных болезней можно выйти. Можно облегчить состояние физиологическое. При том же самом ДЦП. Можно облегчить. И можно выйти на другой уровень. Сознание, развитие и результатов по здоровью. Тот уровень, который не дает ни лекарства, ни физкультура, ни массаж, ничто. Психика дает позволение, чтобы это потом сработало. Если в психике нет позволения, то это не будет работать. А если есть позволение, то потом те же самые массажисты, те же самые люди, которые работают уже руками с больными, медицинами, говорят, у вас сумасшедшие результаты. То тело сворачивалось, теперь оно разворачивается. То психика сжималась, увидала. То психика стала наполняться информацией. И вот эти моменты, которые не может объяснить медицина. Кстати, вот если читать книги наши, то там очень много моментов, которые медицина объяснить не может. Где она просто опасует и говорит, мы не знаем, почему так. А мы знаем, почему так. А сейчас тем более знаем. Да, то, что мы знаем, это пока для коллективного бред. Ну, конечно, как же. Ты знаешь, меня вообще грубает, когда коллективная говорит, ну как же, вы говорите, что человек – это Бог и Создатель, да? И это бред. А Бог где-то в объективном, и его никто никогда не видел, не фиксировал, не регистрировал. Ну, это не бред. Ну, поговорим о разуме. Где сумасшествие? Вы придумали что-то за пределами человека, и вы говорите, что это не бред. А то, что есть в человеке, то, что априори делает его тело живым и сознательным – это бред. Где разум. Вот эти моменты, конечно, они сумасбродные, но когда ты всё расставляешь на свои места и искренне и правдиво называешь своими именами, то в жизнь приходят результаты. А вот дальше как воспринимаются эти результаты? Как воспринимаются обществом, с одной стороны, а другое дело – самими участниками. Вот интересно же увидеть тех людей, с кем работали тогда пять лет назад. Интересно услышать, что они скажут. Интересно услышать, как изменила жизнь. Ведь кто-то, скорее всего, вернулся на круги своя, старый сон. Это как его растрясли, разбудили, а потом, фух, снова заснул. Ну да, по-другому, но ушёл. А будут те, кто полностью создал новую жизнь. Проснулся и счастлив. Интересно увидеть их. Увидеть, знаешь, увидеть, посмотреть в глаза. И увидеть этих детей тоже, посмотреть им в глаза. Вообще невероятно. И ты знаешь, я для себя отмечаю, с одной стороны, это интересно, а с другой стороны, ведь на самом деле, мы за все эти годы не общались ни с кем вот так, напрямую. Ну, пару мамок, которые были везде. Да, которые приезжали. И они пришли к нам в гости. Всё. А больше никого не было. Более того, одно дело пообщаться, а другое же дело мы ещё и практики там запулем. В общем, практики очень сильные. В четверг... Там, где мы, там практика всегда. Всегда, а как без этого? В четверг там по крови пройдёмся, по физике. А в пятницу-то уже на самой встрече, казалось бы, сиди, отвечай на вопросы. А ты вместо вопросов им говоришь, слушайте, ребята, давайте осили это. Давайте кочьём. Немножко жизнь снова в другое русло. Там, где есть счастье и где есть солнце, где вы создаёте. А почему нет? Я думаю, это будет сюрприз участника. Конечно. Сейчас я, знаешь, так зависла внезапно, причём неожиданно даже для себя, когда мы говорили про... Ну вот, если придут мамки с детьми, и вдруг я на детском восприятии зависла. Вдруг я понимаю, почему-то я прям вот настолько, что я даже замолчала, ушла. Я вдруг увидела детей этих. Они как будто... Они появляются там, да? И между ними поле образуется. Но это поле, оно как... Объясните, как магнитное поле, как... Вот то, что я вижу, да? Магнитное поле, как некое... Ну, назови это, наверное, воронка, а может, воронка, как шаром. Магнитное. Ну, да, магнитное, да? И я... Для меня это неожиданно, то, что я сейчас почувствовала. Но я понимаю, что это не просто так. И я понимаю, что здесь можно именно на это поле и поработать с этим полем. миром этим, потому что он образуется. Он, знаешь, как будто... Я даже не знаю, как это описать словами, то, что я сейчас чувствую, но это как... как, знаешь, как эти дети соединяются в одно сознание, которое внезапно становится одним. и я понимаю, что вот здесь, вот здесь возникает какая-то очень сильная возможность, большая. знаешь, на что похоже? Как если вдруг сознание покидает тело, тело стоит рядом, а здесь сознание. И вот это сознание включить, и оно возвращается в тело. Вот по типу что-то такое, как коллективное. Ну, не знаю, вот у меня прям сейчас вдруг, я даже не ожидал. Ну, короче, это посмотрим, но как оно выйдет? Да как оно выйдет? Если ты работаешь с силовой частью, особенно с родной частью, то могут быть любые проявления. Просто надо быть в моменте здесь. Неожиданности могут быть, да. Видишь, мы вживую с людьми не работали. И любая неожиданность, она будет для нас тоже открытием. И заметь, как мы все время, когда что-то у нас вылетало в новое открытие, да? Мы что делали? Мы не кричали, о, шиза, шиза, мы сюда не пойдем. Что это такое непонятно? Мы сразу это все приспосабливали к материи. И знаешь, тоже сегодня, когда книгу начитывала, я в какой-то момент вдруг осознаю, насколько было грамотно описать каждый шаг. Вот смотри, каждый шаг, когда мы описывали тогда в книгах, мы не смотрели, не подвергали критике там это... Шиза, не шиза. Мы писали прямым потоком. Вот я это очень хорошо помню. Вот каждый вот этот шаг, мы что делали? Мы каждый шаг, вот мы шаг сделали и привязали. Да, всегда. Сделали и привязали, сделали и привязали. Вот если бы мы не привязывали, мы бы ушли в эзотерику и были бы такие же улетевшие. Да, мы улетели бы. Мы бы улетели. Как майки, экстрасенсы и так далее, которые играют в угадайку и не имеют того объективного результата. А что мы делали? Мы привязывали. И когда мы привязывали, мы видели проявление в реальности. Когда мы видели проявление в реальности, на реальных людях, мы начинали верить в себя. И вот там вот описание взаимодействия с Землей. Помнишь, сознание Земли на определенном этапе помогало вот в исцелении детей очень много где. Там, где у нас не хватало силы убрать что-то, мы подключали сознание Земли и оно убирало. Но мы не соображали, что эта Земля – это мы. И в какой-то момент Земля нам это сказала. Да? То есть мы дошли до того момента, когда наше сознание расширилось и стало способно воспринимать эту информацию через проявленный опыт в реальности, потому что все было привязано к реальности. И ты знаешь, я сегодня читала, думаю, блин, как мы вообще могли до этого допереть? Ведь, по сути дела, мы обманули парадокс. Это вообще, это настолько было правильное решение, правильный подход, но этот подход предполагает дикие трудозатраты, дабы иметь этот опыт в проявленной реальности. Я сегодня сидела, думала, сумасшедшая. Вот реально я говорю о себе, о тебе, да, и при этом понимаю, что это со стороны, это просто чокнутые. Чокнутые. Чокнутые, невыняемые. Но если бы мы думали о себе как о чокнутых, мы бы замкнулись, закрылись, и мы бы стеснялись показать для самих себя, даже проявить вот это. А мы валили на пролом, при этом внутри мы четко понимали, во-первых, нам интересно было, во-вторых, мы четко знали, что мы на верном пути. Мало того, мы каждый раз у нас были, если помнишь, подтверждение, что на верном пути, на верном пути, на верном, каждый раз, не только работа с детьми или там с людьми, да, подтверждалось это, но и подтверждалось как какой-то информацией откуда-то. Я очень хорошо это помню, настолько хорошо помню, как я росла в уверенности в том, что я правильно двигаюсь в чистейшем виде. То есть я-то знаю, я не увлекалась ни сектами никакими, я не увлекалась ни какими-то, я даже не знаю, как это объяснить, чтобы вы понимали, никакой информации нигде ее не вылавливало. Мало того, ну то есть я жила своей жизнью, у меня был бизнес, у меня все, мало того, когда я пришла сюда, я не пыталась, даже когда мы начали уже с тобой работать, у меня не было даже желания специально поглядеть тему, где-то половить в интернете или где-то, и потом, значит, прочувствовать через себя. Нет. Если помнишь, я всегда говорила, мне интересно именно из себя, а у тебя, то, что для меня было очень ценно, у тебя наоборот был опыт по сектам, по вот этим всем, ну, ты же была в этом, и центр человека, и благодаря этому, то есть я, я знала, что я в чистейшем виде из себя достаю знания, в чистейшем, и я доставая знания из себя, и когда я слышала от тебя, а, так это же об этом, а это вот так было, или ты там, или мы потом где-то в интернете хлоп, и я-то понимаю, мне же не надо не доказывать кому-то ничего, я понимаю, блин, вот я-то из чистого, в чистом виде достала, да, и это подтверждается, и вот здесь я росла очень бешеными шагами, бешеными, бешеными, в знаниях, вот уверенности в себе, ну, тут не уверенности, а тут знания, правильное движение, правильно, вот это я, это прям вот не дать, не взять, это прям не отнять, как говорится, и доказывать не надо, я это знаю, этого достаточно. И смотри, на начальных этапах те люди, которые к нам обращались, смотри, как очень многие наши, по сути дела, наработки, результаты, они были в конкуренции с медициной, человек обращался к нам, параллельно обращался к врачу, в таком результате и в таком медицине, хотя при этом, там случаи в книге описаны, когда медицина давала там три недели жизни, медицина отказалась там в лекарствах, в операции, там и так далее, а потом и медицина уже включалась, и профессора там очки на лоб поднимали и так далее, и я сегодня вот это все перечитываю, понимаю, а мы-то прошли вот этот этап обесценивания, когда мы не осознавали, что мы обесцениваем себя самым, да, то есть вот этот момент обесценивания, это момент создания игры, по сути дела, когда мы зависали на объективном и не осознавали, что это объективное создано нами, это определенный этап развития психики, и это нормально, когда человек его проходит, и на этом этапе нормально, когда возникает конкуренция, но когда ты этот этап проходишь, ты расширяешься, идешь дальше, 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 и в какой-то момент у тебя пропадает эта конкуренция, ты понимаешь, что это ты, ты понимаешь, что ты можешь быть дополнен медициной, можешь быть и недополнен, ты можешь случиться так, что медицина будет мешать твоей работе, тогда ты об этом прямо скажи человеку, что зачем вы мешаете сейчас. А может, наоборот, сказать, обратитесь, и это будет помощь в работе. Конечно, конечно, потому что нет ничего лишнего. И будет гармония. Нет ничего лишнего. Медицина вписывается точно так же, как и психология, точно так же, психотерапия и так далее. Каждому свое. И на определенных этапах развития будут периоды, когда надо одну, потом надо другое и так далее. И ты вот так, когда идешь, главное, чтобы развивался человек. Суть в том, что здоровый человек видит в зеркале здоровую жизнь, здоровое тело, здоровых детей, здоровый сценарий, все здоровое. Больной человек будет видеть в зеркале отражение. Конечно. И, соответственно, по этим отражениям ему будет больно. Больно через тело, больно через детей, больно через бизнес, больно еще через что-то. Но это в любом случае больно. Вот эта боль, это значит, ты где-то недоразвит. Ты остановился, и тебя надо разбудить болью, чтобы ты двинулся и начал развиваться. Так и конкуренция-то возникает от именно вот этого, от боли, то, что есть здоровое и больное в человеке. Если он здоров полностью, ну, то есть здоров, я имею в виду, не только физически и психически, он будет видеть здоровое. Но если у человека есть болезнь, вот этот перекос, он всегда будет. И поэтому возникает и конкуренция, потому что надо восполнить, надо уравновесить. А тело человека, есть левая сторона и правая сторона. И при этом они в раз, они же ведь работают вот там, допустим, синхронно, но при этом они же не вот так работают, а они же работают вот оно. Баланс, баланс. И точно так же мозг у человека. Есть левое полушарие, есть правое полушарие. И здесь тоже должен быть баланс. Но человечество, люди отказались от того, что мозг может работать весь, целиком. Нет. Говорят, у тебя либо правая сторона развита, либо левая, да. А ведь это не так. Развит, когда ты здоров, у тебя развито и то, и другое, но при этом ты можешь пользоваться в какой-то момент правым полушарием, в какой-то момент левым. Но если ты закрываешь себе левое полушарие, говоришь, оно у рабочее, ну ты как инвалид, то есть, как это сказать, левую часть колес в машине проколи, да, и машина что будет? Она будет ехать, это будет стоять, а этот будет по кругу. Вот оно циклическая ошибка. Вот она. А когда это все в балансе, то оно работает, ну это очевидно. То есть нет ничего лишнего. Те же автоматические программы или те программы, про которые мы говорим, обиды, вина, то есть программы, да, они ведь тоже нужны. Они нужны, если они осознаны и компенсированы. Да. Ты можешь ими управлять. Потому что благодаря им продолжается, как ни парадоксально, но именно благодаря им продолжается автоматически жизнь. Да. Автоматически. Если бы не было их, жизнь закончилась бы. Да. И качели идут благодаря им автоматически. Да. Человек смотрит фильм автоматически. Поэтому ничего нет лишнего. Мало того, человек рождается, именно изначально он рождается с... Программа работает вот этого смерти и рождения, это программа обиды, предательства и обиды, но это предательство и обида на самого себя и человеку за жизнь свою в процессе жизни. Ему и суть. Надо осознать целостность себя, чтобы убрать вот эту обиду и предательство самого себя. А человек продолжает отказываться от этого. Да. И живет во сне. Сон, сон, сон. Особенно знаешь, что я тебе расскажу? Вот про... Это вот буквально случайно у меня как-то на днях выстрелило. Иисус Христос, да, на кресте распят. Я просто... Я не помню, что-то меня зацепило в интернете. И вдруг я понимаю, я вдруг очевидно осознаю, как работает эта вся система креста Иисуса. Ведь на самом деле человек, сам человек, это действительно крестообразная фигура. Да, вот, ну возьми, да, крестообразная фигура. Смотри, как четко религия зацепила эту суть и вынесла человека из тела. То есть его силу, свою же силу вынесла, да, человек вынес из себя. Крест. И Иисус висит. Да. То есть, смотри, как конфликт создан. Почему я сказала? Крестообразная фигура – это сам человек. А здесь мы видим, что крест, то есть возьми это тело, как тело, да, но при этом тело вынесено, Иисус, мало того, висит на кресте распятый в боли и в печали. То есть вынесена, да, боль вынесена. Вынес и смотри на эту боль и живи. То есть тело, получается, тело – это крест, да, который наказывает человека, то есть крест. То есть суть в том, что это боль, жизнь – это боль, тело – это боль, это наказание. И откажись от своего тела, да, вот висит, потому что смотри, это же предай, да. То есть это боль. И я вдруг понимаю, как четко. И человек вот неосознанно, он, видя постоянно эту боль, он постоянно несет вот эту предательство, программу предательства себя, обиды, вины. Мало того, это же подпитывается еще в церквях. Мы грешны, мы, как это, за нас понес наказание Господь, да, там что-то такое. И все, и человек неосознанно, даже не думает, он в этом сене находится, и он тупо, вот, как я и сказала, как машина, у которой одна часть колес проколота, вот она крутится вокруг. Вот он не видит, он зацикленность, я прям вижу вот эту зацикленность, и просто он во сне, сон, 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 с болью этот сон, и не просыпается, спи. А сегодня тоже у меня интересное было с иконой Божьей Матери и ребенка. Тоже это, у меня сейчас, я изучаю польский язык, и нам сегодня там, просто там историю уж надо Польши тоже знать на польском. И, значит, в Польше есть, вот не помню, где-то на какой-то горе, наверное, есть этот костел, где висит икона, которой идут паломники, вот этой Божьей Матери с ребенком, Матрона, которой идут паломники, особенно 15 августа, она исцеляющая. И я вдруг понимаю, смотри, мало того, у нее там на правой щеке царапины такие, и рассказывают, значит, в 13 веке варвары, кто-то там из варваров нанес удар саблей по иконе. И вот это теперь, вот это шамированное, то есть она настолько древняя, вот она теперь еще и эту боль показывает, эту печаль показывает. То есть, представляешь, вот прям почувствует, как у людей возникает, которые сильно вынесены из себя, у них прям возникает внутри вот это трепет, трепет перед поклоняться, поклоняться этой боли, а на самом деле, и она исцеляет же людей, действительно, людей исцеляет. А почему? Потому что человек вынес в нее свое... Это как? А кто исцеляет? Кто исцеляет? Ведь сам человек исцеляет. Подожди, давай поговорим про это исцеление. Это то же самое, это то же самое. Почему мне интересна встреча, вот сейчас в Москве, в самом начале, когда человек начинает работать? Первые три месяца он может находиться в эйфории. Мало того, когда ты зачистил информацию у него в психике, первые две недели у него дичайшее облегчение. Если он тянул этот груз, рюкзак этой кармы, рода и всего, то тут сваливается. Я поняла уже, куда? Чтобы я не договорила. И все. Ему становится легко. И дальше, ну, до трех месяцев он может находиться в эйфории. В эйфории, да. И он удерживается. И в этом время, когда он пишет, у меня такие сумасшедшие результаты, у меня там это, это, это. Мы всегда относились к этому спокойно. Подожди, Милок. Посмотрим, как у тебя зафиксируются результаты через полгода. Посмотрим, как они зафиксируются через год. И вот, когда они зафиксировались, и твоя жизнь глобально изменилась, и ты не вернулся к тому состоянию, когда у тебя включилась вот эта эйфория и облегчение, и тогда ты выходишь в состояние благодарности и говоришь, блин, у меня действительно жизнь поменялась. Я благодарен этим женщинам, да. Это одна тема. А другая тема, когда ты качнулся на качелях, и потом, фух, на этих же качелях ушел в говно. И тогда ты в этом говне булькаешь и тонешь, и говоришь, о, все виноваты, у меня здесь не получилось, и здесь, мне обещали, они сделали, там, и так далее. И понимаешь, вот мне интересно, а вот тех, кто вышел в стабильность, вот это вот, кто осознал, кто изменился, вот это тогда результат. Поэтому все вот эти рассказы про исцеление Матронами, человек сам себе исцеляет. Но для того, чтобы он исцелился, он должен измениться от того, что он ударится башкой, или поцелует икону, или ударится башкой о полный рамадан, он не меняется, он не становится другим, он не приобретает другие свойства. Конечно. И, соответственно, если он не изменился, то он будет отражаться в том же поломанном зеркале, в той же проблеме, в той же боли, только шишкой еще болеть будет. Но по-другому не будет. То есть в данном случае идет конкретный обман религии, конкретный развод. И меня все время удивляет, как вот люди смотрят на это. И да, объяснялка, гипноз. Да, в гипнозе мы можем сами себя исцелить. Ребята, гипноз – это сон. Мы можем создать сон во сне, и в этом сне убедить себя, что мы поправились. Я видала таких вот столько, когда выходила с очередных тренингов Нарбекова, когда выходила с очередных тренингов там Бронникова или еще откуда-то. Очень много тренингов прошла. И каждый раз у человека первые три месяца эйфория. Это такие эйфория. А потом, подождите, ваш поезд куда ушел? Чего вы протутукали в следующую систему? Потому что в этой системе не результативно. Потому что потом у кого-то возникает, кто-то прятаться, начинает, я же бы эйфорию, то есть говорил, что меня исцелило, а тут, а этого нет, эйфория прошла, да. Начинает прятаться. А кто-то, кто точно так же поступал, начинает тогда что? Если нет, начинает хаять. А кто-то начинает искать что-то. Если у него спросить, да, то что ж ты ищешь, продолжаешь? Получаешь три варианта. Кто-то продолжает лгать, кто-то наоборот начинает хаять, а кто-то ищет следующее. Да, ищет, ищет. И на самом же деле, самый продуктивный, на самом деле, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Кто-то находит что-то. Это сто процентов. А вот тот, кто закрылся, он замыкается. Или тот, кто начинает хаять, то же самое, он разрушается. Ну и тот, и тот разрушительный. А вот именно тот, кто живчик, ищет, 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 тот всегда найдет. Это да. Это да. Поэтому, когда мы говорим про исцеление, я, исцеление – это полностью ты меняешься, и ты видишь в зеркале другое отражение. Вот это и есть исцеление. Это и есть исцеление. Но ты изменился. Без изменений ничего не будет. Кстати, та Библия, которую не читали сами люди, удивительно, но там тоже есть на эту тему фраза, что суть изменится. И тогда ты будешь иметь возможность. Без изменений ты не будешь иметь возможность. И поэтому люди, которые хотят иметь здоровых детей, чтобы им их подарила медицина, зря надеетесь. Есть люди, которые хотят иметь свое здоровое тело, чтобы подарила медицина, психология, целительность и так далее. Никто вам не подарит здоровое тело. Вы сами себе его можете подарить, изменившись. По-другому не получится. Но это надо захотеть. А когда ты выносишь на кого-то ответственность за это, то это не о хотелке. Это не твоя хотелка. Это требование. А теперь смотри, трансформационный путь изменений у каждого будет свой. И вот это уже интересно. Услышать рассказ о том, как менялась жизнь человека, это безумно интересно. Я точно так же могу рассказать, как менялась моя жизнь с момента, когда я встретилась, впервые встретилась с Норбековым, с Суфиями и так далее. И я прошла огромный путь. Это был путь сна. Но я благодарна той первой встрече, которая дала возможность, знаешь, как будильник, чик-тык-тык-тык, обрати внимание, можно жить не так и иначе. И вот все пошло. Но глобально, глобально просыпание произошло вот именно в Мафадайне. Но для этого надо было не бесценный путь вот этот пройденный, а сказать, развернуться и сказать, ребята, я изучила весь гипноз. Игра в гипноз закончена. Мы просыпаемся. И это заняло 12 лет. Ты сейчас говоришь, а я о себе подумала. И вот смотри, ведь на самом деле, что меня привело? Вот сказать, да? Вот в чистом, в чистейшем виде интерес. Но этот интерес, Наташа, возник он вот так. Почему? У меня тогда же такое чувство, хочу сказать, это моя задача была. Потому что, смотри, у меня жизнь складывалась. Ну, я бы сказала, что счастливейшего человека. У меня была жизнь всегда, она как-то, я счастлива постоянно была, вот в счастье, в счастье. У меня она гармоничная, она у меня как-то, у меня все хорошо в жизни. Все абсолютно. Ну, где-то какие-то, да, там у нас разные были. Но меня не напрягало, у меня не было поиска, желания поиска, да. Но вот поиска, найти что-то, да, у меня не было. Но при этом, вот сейчас скажу абсолютно, абсолютно искренне, осознаю прямо вот сейчас. Но при этом внутри меня всегда было знание. Как я когда-то, кстати, тоже тебе говорила, что в лет 13 я вдруг поняла. Вернее, даже не то, что поняла. Я просто, в лет 13 я опять-таки в чистом виде знала, что моя жизнь 50 лет изменится. Все, вот как-то вот это у меня было внутри. Вот это, знаешь, как сейчас я, например, вижу, как стержень, допустим. Вот моя жизнь, которая до инфодайвинга, это жизнь моя, она бурлила, она такая классная, вполне такая счастливая. А внутри был вот этот стержень знания, который в 50 лет, знаешь, как хлоп и раскрылся. Но чтобы сказать, я в поисках была, у меня не было в поисках. Если бы я была в поисках, я сейчас даже, знаешь, так копаюсь прям, копаюсь в себе. Если я была бы в поисках, я, наверное, какие-то, может, хотела бы сказать, чтобы я в секты вошла. Не моя черта характера, не вошла бы. При этом, имея род свой, у меня очень религиозный, да, по папе-то вообще там, по маме нет. Спокойно. И я... Ну вот, ладно, это такая тема, которая действительно интересная. Поисков не было до одного момента. Я этот момент, самое главное, что очень хорошо помню. Вот сам момент, я еду на работу, я тогда еще работала на Volkswagen, я еще тогда была инженером по гарантии. И я еду на работу, в 8 часов должен начаться рабочий день. И я проезжаю там недалеко, кстати, от тебя, я работала тогда на машиностроителей. И вот я проезжаю там недалеко от тебя, и вдруг на светофоре прямо, вот, мне остался один поворот направо, я подъезжала к автоцентру. И на светофоре я просто, меня накрывает поток, меня начинает трясти. Я понимаю, что вот как поток энергии по телу идет. Меня начинает трясти, и вдруг внутри, из глубин где-то звучат вопросы такие. А зачем ты живешь? Чтобы сменить одну квартиру на другую? Чтобы сменить одну машину на другую? Вообще, зачем ты приходила в эту жизнь? И я вдруг начинаю перебирать смысл, зачем, чтобы родить сына, построить дом. И у меня и в этом смысл, так в этом нет смысла. Не может быть жизнь вот эта абсолютно бессмысленна, если в ней надо посадить дерево, построить дом. Если что, тогда, да. Это бессмысленно по сути своей, нету смысла. Тогда, а какой смысл? Внутри звучит вопрос, а ты кто вообще? И вот этот вопрос, кто ты, я вдруг, восприятие смещается, и я вдруг осознаю, вот я смотрю из глубин своего тела, я вижу вот это тело, как ходилку-стрелялку, и осознаю, что я не знаю, кто я. И вот я вот в этом состоянии, я приезжаю утром на работу, захожу в отдел запасных частей, и там мужики работали, классные вообще. Захожу и начинаю задавать им вопросы. Ну и они мне по-русски говорят, чтобы я пошла налила кофе, не дурила им голову. И я понимаю, что они этими вопросами не задаются. И я никогда не задавалась. И что это было за наваждение? Но эти вопросы у меня очень прочно застряли в голове. И уже вот с этого момента я периодически задавала себе вопрос, и у меня отношение к материи очень изменилось, к деньгам очень изменилось. То есть я уважительно к этому всегда относилась, это всегда у меня было, но при этом это имело какую-то ценность там накопительную и так далее. А после этого это все накопительство, оно все потеряло смысл. Тогда включилось желание путешествовать, тогда включилось желание все-таки осознать, кто я. Но я до этого, кстати, не увлекалась ни духовными практиками, ничем. Курс NLP, да, по работе проходила, по работе с клиентами взаимодействовать. То есть вот сказать, что там какие-то духовные практики, еще что-то не было. А вот после этого уже потерла, уже пошел прямой интерес. И я просто чувствовала, как этот интерес нарастает. Уже знаешь, как в прятки играют. Так где же там кто-то, кто-то, кто я? И понеслось, понеслось, понеслось. Я единственное, что я знала четко, вот знала. Знала и все, что я должна встретить человека. Вот прям знала это. Я знала, что это вот. У меня почему-то, у меня стояло после 48, вот прям в голове. Я как будто это знала, что я после 48 где-то должна встретить человека. Вот это у меня четко работало внутри. Мне просто необходимо, я просто знала, что необходимо встретить человека. Вот прям как, ну я не знаю, то есть я понимала, что... Это я сейчас могу сказать, что я понимала на тот момент, но не осознавала, что как самого себя встретить. Вот сейчас я скажу, что это меня... Я прям знала, что я должна как самого себя встретить. То есть человека как самого себя. Понимаю, что как зеркало свое. И как глобально изменилась жизнь. Сейчас я не хочу туда. Я не хочу вернуться в ту жизнь, какая была раньше. И заметь, и большинство людей, с кем мы общались, и кто прошел в инфодайм, у кого жизнь изменилась, у кого в жизни дарвалась гармония, счастье, любовь. Кто стал искренним, кто стал заниматься любимым делом и так далее. А они никто не хочет назад. А они никто не хочет снова заснуть. Ни один. Так, естественно, как... Просто это был глобальный шаг в развитии. Это, ну да, это шаг, это рывок даже в развитии. Прыжок. Прыжок. И вернуться назад, а смысл это, ну да, никто не захочет уже, конечно. Кто коснулся самого себя, уже назад не захочет. Спать назад. Даже вот прочувствовать, вот отношения муж-жена. Сколько людей нам пишут про измены, сколько людей пишут про неискренность, про ложь, про алкоголь и так далее. И теперь смотри. Вот они, кстати, вот последнюю консультацию, все, что мы делали, да. Теперь возьми, человек, в какой-то момент ты сносишь эту информацию грязную. И человек с другим человеком на уровне, ну, скажем, души, так проще будет воспринимать. Вот они соприкасаются и чувствуют вот это искреннее тепло. Вот после этого искреннего тепла, после этого искреннего соприкосновения, есть место измены? Нет. Есть место ложи и обмана? Нет. Жизнь становится другой, вообще кардинально другой. Казалось бы, вроде человек не меняется, но ты просто снес грязь, человек просто почувствовал вот это тепло жизни рядом с другим человеком. И все. И глобально в его жизнь врываются другие чувства, которые он ни на что больше не променяет. Ему другое не надо. И вот эти моменты, конечно, это все только через инфодайинг возможно. Только. Либо же можно присвоить и сказать, ой, мне Матрона Московская помогла. Если ты, конечно, хочешь солгать, но тогда там проискренность не будет. Нет, ты вот когда произносишь Матрона, тогда сразу боль чувствую. То есть в человеке работает боль, болевой, да, эффект. Это не об искренности. И боль подменяет тогда искренность. Конечно. Тогда идет замена. А когда искренность действительно без боли, когда она классная, когда она в счастье, конечно, ты этого не променяешь ни на что. И, конечно, ты к этому будешь стремиться. И, конечно, ты будешь в этом видеть и возможность выйти из любого заболевания, потому что ты находишься в гармонии сам с собой. Потому что ты перестаешь предавать самого себя, обесценивать самого себя. Это возвращение к самому себе настоящему. Вот это про инфодайинг. Нет. И о ценности себя. И о ценности себя. У меня сейчас, конечно, вот опять вернулись в информационное поле в Беларуси и России, да. И у меня ТикТок начал подбрасывать ролики. Опять пошли ролики по психологии. И я смотрю психологов. Люди говорят нашими словами. Сто процентов. Дима хотел в этот вот перевод по нейросетям загнать ролик, практику зеркала, чтобы нейросети, ну, попробовать на английский язык перекинуть с озвучкой нормальной, с губами. И он, я говорю, он говорит, где ролик? Я говорю, а ты просто прогугли, говорю. Это же наша практика инфодайминговская. Он же ни у кого ее быть не может. И он начинает гуглить. И вылетают дамочки, которые просто тупо присылают эту практику и пытаются выдать за свою. И он сидит, говорит, мама, смотри, что делается. Я говорю, сынок, это удел людей, которые еще не осознают, что такое ложь самому себе. Они не осознают единство сознания. Но. Говорю, они спят. Но они это познают через собственный опыт. И этот опыт, говорю, поверь, при таком подходе он не будет позитивным. Но это человеку надо. Человеку надо это прожить для того, чтобы в следующий раз так не поступать. Говорю, это примерно как в магазине забрать чужую сдачу там или чужой товар с прилавкой или еще что-то. Говорю, ну человек не понимает этого. Говорю, и он учится на своем собственном опыте. Говорю, позволит ему быть? Он так посмотрел на меня и говорит, ну хорошо, тогда переводим. Я говорю, переводим. И мы пробовали, кстати, новые нейросетки пробовали. И когда осваивали нейросетки, еще такая штука интересная вылетела. А сейчас очень много роликов Жириновского. Да, очень. Он такой уже прорицатель. Да. Чуть ли уже не всю войну с Украиной. Ты знаешь, как эти ролики появляются? Это нейросетка. О. Собирает информацию, потом находит видеоряд, и в этот видеоряд под губы вставляет то содержание, которое надо. То есть ты задаешь нейросетке задачу. Вот Жириновский, и надо собрать, что он говорил об этом. Даже фразы можешь набрать, что я должен сказать. И дальше его голос набирает нейросеть, и дальше Жириновский никогда этого не говорил. Это все возможности нейросети. Искусственный интеллект. И я просто тащусь. Просто Дима сейчас эту тему, вот в ней плотно сидит, и я настолько тащусь. Ты обрати внимание, насколько эти возможности несут и плюс, и минус. Ну, точно так же, как дорогая моя Китай, с его этими вот программными штуками, где нету людей, а только пикают сканы, паспорта и так далее. Да. Так вот, смотри. То есть, куда направляется внимание? Хорошо, когда ты осознаешь и плюс, и минус. То есть, ты понимаешь, ты видишь и чувствуешь, пусть ты даже не видишь, но ты чувствуешь, что... Смотришь, вот Жириновский говорит, ты понимаешь, что это бред. Как бы игра. И ты мимо ушей это. А теперь смотри, а люди как реагируют? Кто-то в этом видит. Прорицатели. Прорицатели. То есть, ты смотри, как идет управление и влияние, да, и влияние, вот управление вниманием человека и, естественно, влиянием. И идет через коллективное создание. Конечно. Куда поток направляется внимание? Куда поток? Человек верит, 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 что это он говорил, а потом, ты загоняя любую чушь, он ее уже будет в меру воспринимать. Это же правда. Направление потока. Вспоминаем в 20-м году, этот известный был мировой болезнь. Ну, то же самое. Направление внимания сюда. Поток. Направляй внимание. Все. В этот поток вливается сознание все. Коллективное. И пошло заражение. И опять-таки, с одной стороны, нейросети, да, можно сказать, что это, ай-яй-яй, управление сознанием, и это плохо, да. С другой стороны, они дают невероятные возможности человеку, куча людей, которые... И облегчение. Как облегчает много, большие объемы работы. Куча специальностей уже становится не нужной. На самом деле. А это значит о чем? Что должны возникать новые специальности. То есть, вот возможность развития. Да. Но для этого надо развиваться. Для этого двигаться надо. Чтобы успеть на дно. Вот оно. Надо... У кого старые компьютеры вот здесь, те идут в инкарнационный цикл, для того, чтобы родиться в новом теле, уже с другим компьютером, чтобы успевать воспринимать эту информацию. И точно так же по техногенной вот этой части китайской, когда человек слышит, да, вот как мы вчера на стриме привели пример Китай-Россия, да, и человек, ой, в Китае же так хорошо, там техногенно, все пикает, людей не надо, все так... А в России с линейкой меряют по глазам, да, паспорта. А на самом деле, если посмотреть с точки зрения развития общества и интеллекта, да, то техногенность здесь важна, а в России лучше. А почему в России лучше? Потому что у тебя меньше ограничений, потому что к тебе относятся не как к роботу, потому что ты еще остаешься человеком. Вот ключ в этом, что если в Китае все автоматизировано, то есть там же ведь роботы, коллективное сознание там прям валит, да, программы, то есть роботы. А в России нет, там именно ручное управление, то есть человек развивается, именно там. И тогда в Китае вот на это автоматизированное вводи плюшки, вводи шкалы, градации, накопительные какие-то баллы, соответствие и так далее. Если ты вылетел и не соответствуешь, ты уже становишься рабом, и пошло, и пошло, и пошло. Это полностью автоматизация сознания. Автоматизированное сознание лишено озарений и осознания. Все это путь в деградацию. Это сознание в ловушке, а значит будет, естественно, разрушение, потому что сознание, оно должно развиваться, и поэтому... И по озарениям и осознаниям мы видим, Китай копирует. Конечно. Что-то новое появляется, содрал, привез к себе. Китай все успевает. Ну, как машина-автомат. Она как эти детальки. Да, используется. А в России, в любой вазе тебе кулибин. У него озарение сознания, особенно под 100 градусов. Все что угодно переделать. Другой момент. Он не может из этого потом создать нормальную вещь. Но он прекрасно это может отправить. И китайцы создадут. Вот прикинь, вот если бы все было в гармонии. Так вот, если это соединится, то, вот я и говорила, на Китай надо обратить внимание, потому что сегодняшний день он лидирует. Если он с Россией соединяется, то это реально очень сильная мощь. Это соединение техногенностей. Это разрушение, Наташа. В том, что не осознается баланс, не осознается гармония, то сейчас соединение с Китаем несет разрушение. При всем при том, если ты осознаешь вот эту гармонию, то есть каждый на своем месте, вот тогда это несет развитие. Но, к сожалению, у нас мир показывает конкуренцию и борьбу. И борьбу. Поэтому это о разрушении. Это о захвате и разрушении. Эго. Эго. Программы работают. Мужики у власти что-то. Угу. Патриархат. Она, да, матрия? Угу. А женщины не готовы. Угу. Женщины не готовы, потому что они идут по мужскому типу. И они выносят ответственность и отдают в разное правление. Угу. Ну, безумие. Ну, вернемся к нашей Москве. Она совсем скоро. Угу. Кстати, уже скоро наш курс ответственности сегодня, да, практикум. Да, уже скоро. Осталось совсем немного времени. Поэтому мы завершаем разговор и готовимся и встретимся с людьми в Москве. А в четверг проведем практику очищения крови. Крови. Мы пройдем по физическому телу для того, чтобы человеку было проще двигаться к осознанию родов и стать родомычальником своего рода. Ух ты, ханю! На программном обеспечении. И я уже сейчас кайфую, потому что личная работа в этом поле, она дает невероятные возможности. Да.